Добрый день, уважаемые участники! Позвольте поприветствовать вас на нашем вебинаре, который посвящен Картахенскому протоколу по биобезопасности. Мы очень благодарны вам за то, что вы нашли время присоединиться к данному вебинару и надеемся, что он будет для вас полезным. Прежде всего, разрешите мне представиться. Меня зовут Анастасия Идрисова. Я в настоящий момент заканчиваю аспирантуру в Центральноевропейском университете в Будапеште на кафедре по охране окружающей среды. Я также являюсь региональным консультантом ЮНЭП по МПБ с 2005 года. И у меня есть также опыт работы национальным координатором МПБ, так как я являлась координатором в Таджикистане по 2010 год. Я надеюсь, что вам видно хорошо с начала нашей презентации и что слайды и экран отражаются у вас нормально. Чуть позже я объясню технические моменты, связанные с данным вебинаром. Сначала я также хотела бы представить вам моих коллег, которые участвуют сегодня в данном семинаре. В первую очередь это Эрнесто Акампо. Эрнесто является региональным специалистом проекта ЮНЭП ГЭФ по МПБ. Он отвечает за регион Латинской Америки и Карибский регион. Он также отвечает полностью за разработку учебных материалов по механизму посредничества по биобезопасности. И мы очень благодарны Эрнесту за то, что он присоединился к нам сегодня, потому что в его стране сейчас всего лишь 7 утра, и я понимаю, насколько это тяжело участвовать так рано. Эрнесто, вы слышите меня? Вы хотите сказать несколько слов, чтобы представить себя? Я вас в русском. Спасибо, Анастасия. Хорошо, good morning to everybody. Thank you for participating in this new webinar. We started today with a series of Russian webinars that have been demanded by many people. And we thank you again by participating. And invite you to forward the invitations of the next forthcoming webinar to all the people that you think that may benefit from them. И все комментарии и идеи будут приглашены для нас, чтобы улучшить нашу серию вебинаров. Спасибо большое. Спасибо большое, Эрнесто. И я просто прочитаю, что вы говорили. Разрешите мне в карте перевести то, что Эрнесто передал. Он поприветствовал всех участников вебинара, поблагодарил также за ваше участие и объявил о том, что мы начинаем нашу серию вебинаров на русском языке, которая была организована в соответствии с запросами, которые мы получили от стран. Он также просит вас, чтобы вы отправляли информацию о данных вебинарах среди своих коллег. И мы будем благодарны за любые комментарии и пожелания относительно проведения данных вебинаров и проекта ЮНЕПГЭФ по МПБ в целом. Сегодня также среди наших коллег Борис Анощенко, региональный консультант по МПБ проекта ЮНЕПГЭФ. Борис, доброе утро. Я не знаю, если у тебя работает микрофон, и ты можешь сказать пару слов приветствия участникам. Доброе утро. Я рада слышать тебя сегодня. Приветствую всех участников этого семинара. Привет, Настя, привет, Эрнесту. Надеюсь, что данные семинары будут очень полезны для всех участников. Спасибо. Спасибо большое, Борис. Будем надеяться также на твое участие и комментарии относительно ряда вопросов. Спасибо большое. Тогда также хотелось еще раз повторить то, что было сказано уже Эрнесту, что сегодня мы начинаем нашу серию вебинаров на русском языке. Всего запланировано на данный момент 7 вебинаров. Помимо сегодняшнего вебинара, который посвящен Картахенскому протоколу, будет три вебинара, посвященные поиску информации на МПБ, в частности, относительно использования применения Картахенского протокола в индустрии. Данные вебинары будут основаны на использовании учебных примеров и показывать на практическом примере, как различные заинтересованные стороны, в том числе представители бизнеса, могут использовать МПБ для поиска необходимой информации. Четвертый вебинар, вернее, пятый вебинар будет посвящен виртуальной обучающей среде МПБ и учебным материалам, которые были разработаны в рамках проекта UNEPGEP. И два последних вебинара будут посвящены регистрации информации на центральном портале МПБ. Все 7 вебинаров, запланированные для проведения в 10 часов по Гринвичу, то есть они начнутся ровно в то же время, что и сегодня. Сегодня была небольшая путаница с началом вебинаров. Это связано с переходом на летнее время, и даже сама программа, которую мы используем для проведения вебинаров, выдавала неправильное время проведения. И я благодарна всем тем, кто сегодня подключился час назад и остались с нами, дождались правильного времени проведения вебинара. И прежде чем приступить к самому вебинару и к вопросу катахенского протокола, мне бы хотелось вкратце ознакомить вас с приложением, которое мы используем для проведения вебинаров, а также представить вам проект, в рамках которого проводятся данные вебинары, и вкратце рассказать об учебных материалах и виртуальной обучающей среде. Для проведения данного вебинара мы используем приложение GoToWebinar. И сейчас на вашем экране вы должны видеть два окошка. С левой стороны вы видите экран докладчика, на котором должна отображаться моя презентация. Если у вас возникают какие-либо помехи или вдруг пропадает мой голос или пропадает презентация, вы можете написать это в чате, а я об этом объясню чуть позже. С правой стороны вы видите контрольную панель участника. Необходимо помнить, что данная контрольная панель автоматически сворачивается через некоторое время, если вы ее не используете. Чтобы этого не произошло, необходимо нажать на кнопку View или Обзор вид в верхней части панели, дальше найти строчку Auto Hide the Control Panel, которая означает автоматическое свертывание контрольной панели, и необходимо снять галочку с этой функции. После того, как вы снимете эту галочку, контрольная панель не будет автоматически сворачиваться, и вы можете следить за ходом вебинара и задавать вопросы. На данной контрольной панели вы видите несколько кнопок. В самой крайней левой части находится панель быстрого доступа, и ниже нее значок в виде стрелочки. Нажав на него, вы можете свернуть или развернуть данную панель. Очень важный значок для участия в данном вебинаре – это значок «Поднять руку». Нажав на данный значок, вы тем самым заверяете желание задать какой-либо вопрос или высказать комментарий. Данное ваше действие отражается у меня на экране, и я передам вам микрофон, чтобы вы могли задать свой вопрос. По умолчанию у всех участников вебинара, кроме меня, отключены микрофоны, поэтому вы не можете задавать вопрос вслух до того, как вы нажмете на значок «Поднять руку». Также вы можете высказать вопросы в письменном виде. Для этого у нас есть окошко. Вы видите, написано «Questions» и чуть ниже «Enter a question for staff». В данном месте, в окошке чата, вы можете писать свои вопросы и комментарии. И после отправки их, они также отражаются у меня на экране, и я смогу на них ответить. Чуть выше вы также видите окно для выбора звукового режима, где вы можете переключиться, допустим, на микрофон и наушники. Очень важная информация относительно данного семинара – это то, что весь вебинар записывается. Он записывается и будет позднее опубликован на сайте UNEPGF проекта по МПБ для общего доступа. И участвуя в данном вебинаре, вы признаете данный факт. Если вы не хотите попасть в запись, то для этого не нужно поднимать руку, то есть задавать вопрос вслух, и также не нужно делиться своим экраном. Я также хочу отметить, что мнения участников вебинаров и представляемые концепции, они не отражают официальную позицию UNEPGF по какому-либо вопросу. И также тот факт, что любая официальная информация относительно Катахенского протокола должна запрашиваться только в официальной организации UNEP, а именно в секретариате Конвенции о биоразнообразии. То, что я отметила раньше, что весь вебинар записывается и будет опубликован. То, что идет запись, вы можете видеть благодаря красной индикаторной лампочке, которая указывает на то, что вебинар записывается. Это было вкратце о технических вопросах относительно проведения данного вебинара. Если нет никаких вопросов, я вроде бы вижу, что вопросов нет. Хотелось бы вкратце рассказать о проекте, в рамках которого проводится данный вебинар. Как я уже упомянула, данный вебинар проводится в рамках проекта UNEPGF по МПБ, а именно второй фазе проекта, которая началась в 2010 году. И в этом году в июне уже заканчивается. Общая задача данного проекта была продолжить оказывать поддержку странам в создании национального потенциала для их эффективного участия, доступа и использования в механизме посредничества по биобезопасности, а также содействия региональному и субрегиональному сотрудничеству, обмену опытом для использования МПБ и управления МПБ на национальном и региональном уровнях. Данный проект имеет несколько компонентов, которые затрагивает как обмен опытом информации, развитие и использование системы региональных консультантов, также проведение обучающих мероприятий на национальном уровне. И тот компонент, который имеет отношение к проведению данных вебинаров, это разработка и улучшение пакета учебных материалов по МПБ. В настоящий момент все учебные материалы переведены на 5 официальных языков ООН. Это английский, арабский, испанский, русский и французский языки. Все учебные материалы доступны на виртуальной обучающей среде проекта, вкратце ВОЗ. Ниже вы видите на экране ссылку, по которой вы можете перейти на данный веб-сайт. И разрешите мне показать вам вкратце, как выглядит данный веб-сайт. После того, как вы перейдете по ссылке, вы увидите данную веб-страницу. Как вы видите, запрашивается пароль и логин для того, чтобы войти на страницу. Об этом чуть позже. Но, кроме того, возможно зайти на страницу как гость. Для этого нужно нажать кнопочку «Login as a guest». У нас будет отдельный вебинар, посвященный данному вопросу, на которых мы более подробно расскажем вам о разработанных учебных материалах. Сейчас хотелось бы отметить раздел, посвященный вебинарам. Вы видите с правой стороны... С правой стороны вы видите раздел «Вебинары на русском языке». Это раздел «Виртуальной обучающей среды», посвященный вебинарам и именно вебинарам, которые проводятся на русском языке. Вы можете кликнуть на ссылку, и мы оказываемся на странице, посвященной вебинарам. Здесь мы будем публиковать всю информацию о предстоящих вебинарах. Кроме того, именно здесь будут размещаться записи прошедших вебинаров. Чуть позже, после того, как мы закончим сегодняшний вебинар, в течение нескольких дней, здесь будет выложена видеозапись данного вебинара, а также презентация, использована для проведения данного вебинара. Для того, чтобы подключиться к виртуальной обучающей среде, необходимо отправить сообщение, указав свое имя, адрес электронной почты и страну. Адрес электронной почты указан сейчас на экране, который вы видите. По данному адресу электронной почты вы отправляете сообщение, и вас зарегистрируют на сайте, выслав вам логин и возможность установить пароль. Это было вкратце также об учебных материалах. И сейчас мы переходим непосредственно к теме нашего вебинара, а именно к Картахенскому протоколу по биобезопасности. В данном вебинаре я вкратце представлю Картахенский протокол по биобезопасности, рассказав об его истоках, а также, что он собой представляет, какова его цель, как он работает. Конечно же, Картахенский протокол по биобезопасности – это большая тема, поэтому мы сегодня не можем рассмотреть его в деталях. Мы будем с вами акцентироваться на нескольких ключевых моментах, а именно на процедуре заблаговременного обоснованного согласия, которая применяется относительно живых измененных организмов, предназначенных для преднамеренного выпуска в окружающую среду. Статья 7 и также ряд других статей Картахенского протокола. Также мы будем рассматривать процедуры относительно живых измененных организмов для непосредственного использования в качестве продовольствия корма или для обработки, так называемая ЖИО ПКО, 11 статья протокола. И остановимся на статье 20 Картахенского протокола, которая учреждает механизм посредничества по биобезопасности для обмена информацией и содействия в реализации протокола. Как вы, наверное, знаете, Картахенский протокол – это соглашение, которое регулирует трансграничные перемещения живых измененных организмов. В рамках Картахенского протокола используются следующие определения для живых измененных организмов, которые вы видите на своих экранах. Согласно третьей статье протокола, живым измененным организмом является любой организм, обладающий новой комбинацией генетического материала, полученный благодаря использованию современной биотехнологии. В повседневной жизни очень часто используется термин «генетические модифицированные организмы». Вы, наверное, очень часто с ним сталкивались. Понятия близки друг к другу. Генетические модифицированные организмы – более широкое понятие. В Картахенском протоколе используется именно живой измененный организм, так как именно живой организм может внедриться в окружающую среду, вызывая потенциальное негативное воздействие на окружающую среду, в том числе с учетом рисков для здоровья. В Картахенском протоколе появилась идея возникновения Картахенского протокола, прописанная еще в Конвенции о биологическом разнообразии. Если мы посмотрим на восьмую статью протокола, мы видим, что Конвенция устанавливает или поддерживает средства регулирования контроля и ограничения риска, связанного с использованием и с высвобождением живых измененных организмов, которые являются результатом биотехнологии и которые могут иметь вредные экологические последствия, способные оказать воздействие на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия с учетом также опасности для здоровья человека. Помимо восьмой статьи протокола, мы также видим в тринадцатой статье Конвенции о биологическом разнообразии, прописана необходимость формирования протокола и принятия мер, в том числе предварительно процедуры, предварительно обоснованного согласия. Эти процедуры необходимы для безопасной передачи, использования и применения любых живых измененных организмов, являющихся результатом биотехнологии, способных оказать воздействие на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия. Что же такое Картахенский протокол? Картахенский протокол по биобезопасности – это международное соглашение, принятое в рамках другой конвенции. Настоящий Картахенский протокол был принят в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. После долгих консультаций, проведения ряда совещаний, мы имеем Картахенский протокол, его текст, который был принят 29 января 2000 года в Монреале. Сам Картахенский протокол вступил в силу 11 сентября 2003 года, через 90 дней после того, как его ратифицировала 50-я страна. И в этом году мы будем отмечать десятилетие с момента его вступления в силу. На данный момент, на апрель 2013 года, к Картахенскому протоколу присоединилось 166 стран. Страна, которая присоединяется к протоколу и тем самым подтверждает свое желание выполнять его процедуру и правила, называется стороной. Руководящим органом Картахенского протокола, то есть орган, который принимает решение, рассматривает прогресс в реализации протокола, является конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии, выступающая в качестве совещания сторон протокола. Возможно, вы все слышали и вам более знакома английская аббревиатура, это КОПМОП. На русском мы будем ссылаться к этому как КССС. До настоящего момента было проведено 6 конференций сторон, 6 КОПМОП, и последняя из них проходила в октябре прошлого года в Хайдарабаде, Индия. Следующая состоится в 2014 году в Корее. Как же работает Картахенский протокол по биобезопасности? Как любое международное соглашение или договор, он устанавливает определенные правила и принципы. Что касается Картахенского протокола, то он устанавливает как общие обязательства и принципы, которые применимы ко всем живым измененным организмам. Он также устанавливает особые конкретные правила и процедуры применительно-трансграничного перемещения различных категорий живых измененных организмов. То, что мы будем подробнее разбирать чуть позже. Он также устанавливает институциональные рамки, необходимые для успешного управления протоколом, мониторинга его реализации и развития протокола. Также протокол предусматривает процедуры по созданию потенциала и предоставлению финансовой помощи для оказания содействия в реализации протокола, в том числе странам, развивающимся и странам с переходной экономикой. Данный пункт относится и к нашему вебинару, так как именно для реализации, для создания потенциала был подготовлен и реализуется настоящий проект, который оказывает помощь странам в развитии их потенциала для использования механизма посредничества по биобезопасности. Целью Картахенского протокола в соответствии с принципом предосторожности заключается она в обеспечении надлежащего уровня защиты в области безопасной передачи, обработки и использования живых измененных организмов, которые являются результатом применения современной биотехнологии и которые способны оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, с учетом также риска для здоровья человека. И Картахенский протокол уделяет особое внимание трансграничному перемещению живых измененных организмов. Цель Картахенского протокола написана в его статье номер 1. Что касается сферы действия протокола, то есть что он охватывает своим действием, протокол применяется как к трансграничному перемещению живых измененных организмов, также к транзиту при обработке и использовании всех живых измененных организмов, которые способны оказать неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и, как я уже сказала ранее, с учетом также рисков для здоровья человека. Картахенский протокол, как я также отметила раньше, разделяет несколько категорий и групп живых измененных организмов в зависимости от использования, для которого они предназначены. Он применяется к живым измененным организмам, предназначенным для преднамеренной интродукции в окружающую среду. Другая категория – это живые измененные организмы для непосредственного использования в качестве продовольствия, форма или для обработки. Также есть другие категории – это для использования закрытых систем, говорится также о полевых исследованиях и так далее. В данном вебинаре мы фокусируемся именно на этих двух категориях живых измененных организмов и также проводим параллели с отношением протоколов и механизмом посредничества по биобезопасности. Фармацевтические препараты, которые предназначены для человека и которые регулируются другими международными соглашениями или организациями, они исключены из сферы действия протокола. То есть данный протокол не применяется к их сграничным перемещениям, что оговорено в статье 5 протокола. После краткого рассмотрения сферы действия протокола я бы хотела перейти к одной из основных процедур Копехенского протокола. Это процедура заблаговременного обоснованного согласия. Данная процедура прописана в статье 7, а также в последующих статьях. Это 8, 9, 10 и 12. Процедура заблаговременного обоснованного согласия или коротко ЗОС применяется до первого преднамеренного трансграничного перемещения живых измененных организмов, предназначенных именно для интродукции в окружающую среду стороны импорта. То есть если у нас есть зерно, которое предназначено для посева и последующего выращивания, допустим, кукурузы, и если какая-либо страна хочет ввести данные семена в вашу страну, и это первое преднамеренное трансграничное перемещение, и ваша страна является стороной Копехенского протокола, то в данном случае применяется статья 7 Копехенского протокола. Что представляет собой данная процедура? Процедура ЗОС. Во-первых, сторона импорта должна быть уведомлена о предполагаемом импорте заранее. То есть до того, как экспортер может ввести живые измененные организмы в вашу страну для последующего высвобождения в окружающую среду, он должен уведомить соответствующие органы страны о предполагаемом импорте. Сторона импорта также должна получить полную информацию от экспортера относительно живого измененного организма, который предполагается для ввоза в страну, и его предполагаемом использовании. Он получает так называемое досье, в котором представлена подробная информация, включая оценка риска, проведенная относительно данного живого измененного организма. Сторона импорта должна рассмотреть данные документы. Она оценивает риски, связанные с использованием данных живого измененного организма в своей стране, учитывая также социально-экономические и другие факторы. И на основании имеющейся информации она принимает решение, разрешить данный импорт или нет. На экране вы видите графическое изображение данной процедуры. Оно начинается с того, как я уже отметила, экспортер отправляет уведомление импортеру в страну, которая содержит запрос на предполагаемое перемещение вместе с подробной информацией о живом измененном организме. Далее, согласно Картахенскому протоколу, импортер должен подтвердить получение данного уведомления, заявки в течение 90 дней с момента ее получения. То есть в течение 90 дней он отправляет сообщение экспортеру, подтверждая получение данной заявки. После этого у импортера имеется 270 дней для того, чтобы рассмотреть присланную заявку и принять решение. Принятие решения основывается на ряде факторов, в том числе, как я уже отметила, проведение оценки риска, также обеспечение участия общественности в данной процедуре. И через не позднее 270 дней с момента получения заявки импортер должен принять решение. Решение может быть как разрешение импорта. Разрешение импорта может происходить без каких-либо условий, либо с какими-либо условиями. Импортер может также запретить ввоз данного живого измененного организма для высвобождения в окружающую среду. Помимо этого, на любом этапе в течение 270 дней импортер может посчитать, что полученной информации она недостаточна, и отправить запрос экспортеру на получение дополнительной информации. После того, как экспортеру отправлен запрос на получение дополнительной информации, то счетчик времени, именно эти 270 дней, он останавливается до того момента, как экспортер предоставит импортеру необходимые документы. Помимо отправки решения самому экспортеру, как вы видите на слайде, решение страны, оно также должно быть опубликовано на механизме посредничества по биобезопасности. В каких случаях не применяется процедура заблаговременного обоснованного согласия? По согласно Картахенскому протоколу, она не применяется к транзиту живых измененных организмов, что оговорено в статье 6, параграф 1. Она также не применяется к живым измененным организмам, предназначенным для использования в закрытых системах стороны импорта. Статья 6, параграф 2. Для живых измененных организмов, предназначенных для использования в качестве продовольствия, корма или для обработки ЖЭПКО. Это оговорено в статье 7, пункт 2. И сама процедура относительно ЖЭПКО представлена в 11 статье Картахенского протокола. Несмотря на то, что Картахенский протокол исключает данные категории использования ЖЭПКО из процедуры ЗОВ, страна, тем не менее, может принять собственное решение относительно ряда данных категорий и установить, что первое трансграничное перемещение данных категории ЖЭПКО и в условиях, похожих на процедуру ЗОВ. Также из данной процедуры исключаются живые измененные организмы. Если на конференции сторон они были рассмотрены и признаны КОП-МОП как живые измененные организмы, не способны оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду или на здоровье человека. Перед тем, как мы перейдем к следующей процедуре в рамках Картахенского протокола, а именно к живым измененным организмам, предназначенной для использования в качестве продовольствия, корма или для обработки, я хотела бы немного приостановить вебинар и позволить участникам высказать вопросы, если они таковые имеются, или комментарии, чтобы мы могли понять данную процедуру протокола и затем перейти к следующей. Если у вас есть какие-либо вопросы, сейчас вы можете либо напечатать их в окошке чата, либо поднять руку. Так, я вижу, да, спасибо, я вижу. Алена Федорович, есть вопрос. Алена, я передаю вам микрофон, сейчас вы можете задать свой вопрос, пожалуйста. Алло? Алло, Алена, вы меня слышите? Алло, Алена, я вижу, что... А, вы давно подняли руку. Хорошо, есть ли какие-либо вопросы относительно данной процедуры? Вы можете, еще раз напоминаю, поднять руку, нажав на значок с поднятой рукой, либо задать вопрос в окошке чата. У меня есть вопрос в окошке. Одну минуту. Пожалуйста, можете ли вы пояснить, рассматриваются ли полевые испытания, как использование в закрытых системах? Спасибо большое за вопрос данный. Вопрос очень часто поднимается на семинарах, так как не совсем понятно, и некоторые страны пытаются рассматривать использование в закрытых системах и полевые испытания как одно и то же. Хотелось бы напомнить, что в рамках Картахенского протокола полевые испытания, они относятся к категории выпуска в окружающую среду. То есть, если в вашу страну хотят ввести какие-либо семинары, допустим, то же самое кукурузы, и это предназначено именно для какой-то лаборатории, для полевых испытаний. Несмотря на то, что это будет использоваться какой-либо научной лабораторией, которая может проводить какие-то испытания в закрытых системах, но если предполагаемое использование подразумевает выпуск в окружающую среду, то здесь применяется процедура СДОС, потому что полевые испытания предполагают высадку в открытый грунт живых измененных организмов и приравниваются к выпуску в окружающую среду. То есть, в данном случае будет применяться процедура СДОС, и это не рассматривается как использование в закрытых системах. Хотелось бы отметить также, что конференция сторон несколько раз подчеркивала необходимость проведения оценки рисков для относительно живых измененных организмов, которые предназначены для полевых испытаний, даже если не происходит трансграничного перемещения, то есть не применяется процедура СДОС, и очень важно, чтобы данные оценки рисков также опубликовались на МПБ. Если есть еще вопросы относительно процедуры, можете ли вы привести конкретные примеры, в каких странах пункт 3 используется без процедуры заблаговременного обоснованного согласия? Чтобы уточнить, то есть вы имеете в виду, в каких странах процедура относительно ЖИОПКО не вовлекает процедуру заблаговременного обоснованного согласия. Сложно привести пример именно в каких странах он используется без данной процедуры, потому что согласно Картахенскому протоколу процедура СДОС не применяется для ЖИОПКО, предназначенных для продовольствия, форма или для обработки. То есть сам протокол исключает данные категории ЖИО из процедуры заблаговременного обоснованного согласия. И по умолчанию все страны, которые являются сторонами протокола, не применяют данную процедуру СДОС относительно данных ЖИО, если они не решат иначе. Мы можем попросить участников прокомментировать данный вопрос относительно их национальной системы по биобезопасности. Я могу сказать от Таджикистана, что в нашем законе прописано именно, что практически все ЖИО, в том числе предназначенные для использования в закрытых системах, предназначенные для использования в качестве ЖИОПКО, они должны... Трансграничное перемещение в Таджикистан таких же живых измененных организмов, оно должно происходить в соответствии с процедурой заблаговременного обоснованного согласия. То есть страна должна быть уведомо заранее. Борис, может быть, ты можешь привести пример Белоруссии, что говорит ваш закон относительно ЖИОПКО. Применяется ли процедура СДОС в вашей стране? Алло, Борис. Да, в нашей стране не применяется. В нашей стране применяется процедура заблаговременного основного согласия только для превосвобождения генноинженерных организмов в окружающую среду. То есть генноинженерные организмы для продовольствия, корма или обработки не попадают под эту процедуру. Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю, что Борис, он из Белоруссии, то есть в Белоруссии не применяется ЖИОПКО, процедура СДОС. Спасибо большое, Борис. Если кто-либо из участников хочет прокомментировать данный вопрос относительно своей страны, вы можете поднять руку или написать в окошке чата. Мы ответили на ваш вопрос или вы хотите получить дополнительные пояснения относительно вашего вопроса. Вы можете написать в окошке чата. Я больше не вижу вопросов. Была поднята рука у Алены Федоровича, но у нас, видимо, нет связи с ней. Я попробую еще раз. Алена, добрый день. Вы поднимали руку. У вас есть какой-либо вопрос относительно презентации и темы? Нет, пока нет. Видимо, были какие-то помехи. Одну минуту появился. А, хорошо. Спасибо большое, Ален. Тогда мы продолжим наш вебинар и перейдем к следующей процедуре катехенского протокола. Это к статье 11, которая применяется к живым измененным организмам, которые могут стать объектом трансграничного перемещения для непосредственного использования в качестве продовольствия или корма, или для обработки. И хотим еще раз подчеркнуть тот факт, что данные живые измененные организмы не предназначены для выпуска в окружающую среду. То есть это может быть тот же самое зерно кукурузы, но которое не будет высаживаться в открытый грунт, а будет использоваться для производства каких-либо продуктов питания. Картахенский протокол по биобезопасности не прописывает каких-либо подробных процедур относительно трансграничного перемещения данной категории живых измененных организмов. В статье 11 Картахенского протокола говорится лишь о том, что сторона, которая принимает окончательное решение относительно внутреннего использования, в том числе включая реализацию на рынке данных живых измененных организмов, учитывая тот факт, что в дальнейшем они могут стать объектом для трансграничного перемещения, также для использования в качестве продуктов питания в комнате для обработки, сторона должна информировать механизм посредничества по биобезопасности после принятия такого решения. То есть в течение 15 дней после разрешения выпуска на рынок внутренний в своей стране страна должна уведомить другие страны об этом через механизм посредничества по биобезопасности. Также в соответствии с 11 статьей сторона должна предоставить механизм посредничества по биобезопасности копии своих национальных законов, нормативных положений, руководящих принципов, применяемых ею к импорту живых измененных организмов, предназначенных для использования в своей стране в качестве продовольствия корма или для обработки. Но, как я уже говорила ранее, несмотря на то, что согласно протоколу, согласно катахинскому протоколу относительно ЖЭО, ПКО не применяется процедура ЗОС, то страны могут применять свое собственное решение, в частности, если у них нет национальной регламентационной базы, и при выполнении своей внутренней юрисдикции страна может принять решение, что до первой импортной поставки живых измененных организмов в страну, которые предназначены для непосредственного использования в качестве продовольствия корма для обработки, тем не менее, страна все равно будет принимать решение, основываясь на оценках рисков соответствии с приложением 3, и что она будет принимать решение в течение 270 дней, так же, как и при процедуре заплаговременного обоснованного согласия. То есть, страна может по своему решению применять относительно ЖИОПКО и процедуру ЗОС. Какова же разница между данными процедурами и принятием решения относительно ЖИОПКО предназначенных для выпуска в окружающую среду и относительно ЖИОПКО предназначенных для использования как в виде продовольствия корма или для обработки. Если посмотреть на самообмен информацией, то процедура ЗОС представляет собой двустороннюю процедуру. В течение реализации данной процедуры мы видим обмен информацией между двумя сторонами протокола, когда, допустим, экспортер отправляет импортеру заявку, он также отправляет досье, в свою очередь импортер подтверждает получение заявки, направляя свое письменное сообщение экспортеру. не только после принятия решения сторона импорта она публикует свое решение на механизм посредничества по биобезопасности, чтобы другие страны также могли ознакомиться с данным решением. Что касается процедуры, установленной катехенским протоколом относительно ЖИОПКО, мы видим, что это механизм многостороннего обмена информации. То есть какая-либо сторона принимает решение относительно внутреннего размещения на рынке какого-либо живого измененного организма и в течение 15 дней после принятия данного решения она должна опубликовать его через механизм посредничества по биобезопасности. И при этом другие страны могут видеть, что данная страна утвердила, разрешила выпуск на рынок какого-либо живого измененного организма и учитывать данные факторы, допустим, при трансграничном перемещении, при импорте подобных живых измененных организмов в свою страну. Мы будем подробно также рассматривать данные примеры в последующих вебинарах, посвященные именно трансграничному перемещению, экспорту и импорту живых измененных организмов и вовлечению таможенных и контрольных пунктов в реализацию протокола. Перейдем дальше. Если есть какие-либо вопросы относительно процедуры ЖИО ПКО, то мы можем рассмотреть сейчас перед тем, как перейти к следующему вопросу. Так, я не вижу поднятых рук. Рук нет. Вопросов нет. В одну минутку я проверю. Сатывалды задал вопрос по поводу использования пункта относительно ЖИО ПКО в России и также вопрос, что поскольку Казахстан, Белоруссия и Россия сейчас находятся в таможенном союзе. То есть этот вопрос относительно как раз и процедуры ЗОС и ЖИО ПКО. В данном случае Сатывалды применяется как бы здесь мы можем опираться на статью по-моему 22 относительно стран, не являющихся сторонами протокола, так как Россия она не является стороной протокола, то есть процедуры прописанные в катехенском протоколе не применяются в данной стране. Белоруссия и Казахстан являются сторонами протокола и находятся в таможенном союзе, что позволяет перемещение поставок и грузов на определенных условиях. Если в данном случае рассматривается, в данном случае нужно опираться на национальное законодательство стране, то есть мы уже видим, что Белоруссия, как отметил Борис, не применяется процедура ЗОС относительно ЖОПКО. В Казахстане я не могу ответить на данный вопрос, применяется или нет, потому что я не знакома с национальным законодательством и, честно говоря, я не помню, чтобы в стране был принят закон по биобезопасности. Допустим, если бы в Казахстане в какой-либо стране применялась процедура ЗОС относительно ЖОПКО, но в то же время поставка грузов шла из страны, которая не является стороной протокола, допустим, из России, то в данном случае Россия, как ни сторона протокола не обязана проводить процедуру ЗОС и уведомлять страну, которая является стороной протокола о предполагаемой поставке. В то же время если страна является стороной протокола, она должна опираться на протокол и если предполагается ввоз в нее, допустим, живых измененных организмов для выпуска в окружающую среду, то она должна принимать решение в соответствии с положениями картахенского протокола. Если согласно внутренней регламентационной базе данная статья применяется и к ЖИОПКО, то по внутренней регламентационной базе сторона должна также принять решение относительно ЖИОПКО в соответствии с основой на оценке риска. Но еще раз подчеркиваю, что если сторона ввозящая продукцию не является стороной протокола, она не обязана уведомлять вас в соответствии с процедурой ЗОС. Я надеюсь, что я понятно объяснила, если есть еще вопрос. Россия свободно реэкспортирует ЖИОПКО в Казахстан согласно нормативам ТССР. В любом случае, как я уже сказала, ЖИОПКО в отношении данной группы живых измененных организмов процедура ЗОС не применяется. То есть, если в стране нет каких-либо внутренних нормативов, запрещающих это и требующих проведения процедуры ЗОС, то любые ЖИО, предназначенные для продовольствия корма и обработки могут быть спокойно ввезены в страну и это будет не противоречить Картахенскому протоколу, потому что это ЖИО, предназначенный для внутреннего использования. Здесь также и относительно вопросов согласно Таможенного Союза хотелось бы отметить, что Картахенский протокол требует стороны предоставлять любую информацию касающуюся двухсторонних многосторонних региональных соглашений. То есть если документы какие-то законодательные, юридические относительно Таможенного Союза прописывают порядок перемещения грузов между странами, входящие в Таможенный Союз, то данные положения также должны быть опубликованы на МПБ, чтобы страны знали о существующих договоренностях. Как быть ситуацией, что Россия, Беларусь и Казахстан входят в Таможенный Союз Елена Макеева? Как я объяснила ранее, здесь действует региональное соглашение, то есть это нужно опубликовать на МПБ. Россия не является стороной протокола и она не должна действовать в соответствии с протоколом Беларусь и Казахстан регламентируют на внутреннем уровне. В любом случае у международного законодательства, насколько я знаю, есть приоритет в каких-то спорных вопросах, но в данном случае ни Беларусь, ни Казахстан не требуют применения процедуры ЗОС в отношении ЖИО-ПКО, поэтому никакого информирования и оценки рисков юридически не должно проводиться. все остальное зависит от страны, если она не решит иначе. Есть ли еще вопросы по этому пункту или мы можем двигаться дальше? Может быть, если... Елена, вам нужны дополнительные пояснения или мы можем перейти дальше? Давайте тогда перейдем дальше. я вроде не вижу. Хорошо, понятно, Елена, спасибо. Перейдем тогда дальше, вернемся к нашему вебинару. Нам осталось буквально несколько статей. И спасибо большое за ваши вопросы. Это очень интересно, когда вебинар проходит в виде дискуссии и мы можем пояснять различные вопросы. Хотелось бы отметить статью протокола 12, в соответствии с которой сторона импорта может изменить принятое ей решение, если у нее появилась какая-либо новая научная информация. то есть допустим если она запретила импорт какого-либо живого измененного организма для выпуска в окружающую среду на основании существующей информации, если позже получилась новая информация, которая меняет положение дел, то сторона импорта может рассмотреть и изменить принятое решение. Хочу еще раз подчеркнуть, что это все сейчас мы говорим относительно процедуры заблаговременного обоснованного согласия, когда сторона принимает решение разрешить ввоз живых измененных организмов для выпуска в окружающую среду или нет. Помимо стороны импорта запросить, обратиться к просьбе к стороне импорта пересмотреть решение может сам уведомитель, то есть сторона экспорта, если у него появились какие-либо дополнительные данные, допустим, о безопасности данного живого измененного организма, он может отправиться в запрос в стороне импорта с просьбой изменить свое решение, основывая на новых данных. также катахенский протокол предусматривает процедуру проведения оценки рисков, то есть согласно статьей 15 решение, принимаемое в рамках процедуры ЗОС, должно быть основано на проведенной оценке рисков, а сами оценки рисков должны проводиться научно обоснованным образом и в соответствии с приложением 3 катахенского протокола, которые данные прописывают. Одну минутку буквально остановлюсь, потому что здесь у меня есть вопрос. Для рассмотрения просьбы о пересмотре решения будет также использована процедура ЗОС 270 дней и так далее. Спасибо Дилу Вар за вопрос. В отношении пересмотрения решения используются другие временные рамки, то есть сама процедура используется в рамках процедуры ЗОС, то есть относительно решения приняты в рамках процедуры из ДОСа, но временные рамки там другие, насколько мне не изменяет память в течение 90 дней. Мы можем это быстро проверить на сайте. Так, минуточку. Мы можем это быстро проверить на сайте механизмом посредничества по биобезопасности. У нас статья 12 пересмотр решений. Сторона импорта, как я уже сказала, мы видим в пункте 3, отвечает на такую просьбу в письменном виде в течение 90 дней и излагает доводы, лежащие в основе такого решения. То есть в течение 90 дней сторона импорта должна ответить на заявку стороны экспорта об изменении решения. Двигаемся дальше. Вроде бы вопросов пока не вижу. теперь перейдем вкратце к непреднамеренным перемещениям. То есть это такие ситуации, когда какая-либо сторона происходит высвобождение жил, которое не было запланировано, то есть которое считается непреднамеренным. Здесь могут рассматриваться как чрезвычайные ситуации, так и случайные ситуации, так и незаконные перемещения. Что же говорит Картахенский протокол относительно непреднамеренных перемещений живых измененных организмов? В данном случае применяется статья 17 протокола. В соответствии с данной статьей сторона, в которой произошло непреднамеренное высвобождение живых измененных организмов, должна незамедлительно уведомить о данном высвобождении кого? В первую очередь потенциально затрагиваемых стран, то есть соседей, а также должна она уведомить механизм посредничества по биобезопасности и соответствующие международные организации. В уведомлении, которое отсылается потенциально затрагиваемые стороны, должна содержаться информация о своем живом измененном организме, то есть количество сбежавших организмов, это может быть, допустим, пыльца или пыльца, перенесенная с поля через границу. Также указываются характеристики живого измененного организма, даты высвобождения, когда по информации страны произошло данное высвобождение, обстоятельства, которые этому способствовали, и возможные риски, связанные с вызвобождением данного уже уведомленного организма в окружающую среду. То есть это мог быть контейнер, разбившийся и с рассыпанным зерном, дальше перенесенный ветром. В данной ситуации, в данном непреднамеренном трансграничном перемещении проводятся консультации. То есть какова цель консультации сторона, высвободившая непреднамеренно жил, проводят консультации с потенциально затрагиваемыми сторонами для определения соответствующих ответных мер, включая чрезвычайные меры, чтобы предотвратить негативное воздействие живого измененного организма на окружающую среду и с учетом также рисков для здоровья. Необходимо установить согласованные решения, разработать планы совместных действий и, соответственно, принять необходимые меры. В рамках Картахенского протокола также необходимо в рамках статьи 17 стороны они определяют контактный пункт, которому необходимо отсылать уведомления в данной ситуации. Мы об этом чуть позже поговорим. Это был предыдущий слайд, мы рассмотрели вкратце непреднамерные трансграничные перемещения и что стороны должны делать в данном случае, то есть кого уведомлять и хочу еще раз подчеркнуть, что уведомлять незамедлительно согласно Картахенскому протоколу. К другим обязательствам сторон в рамках Картахенского протокола относится то, что сейчас мы перейдем к институциональным рамкам, что каждая сторона протокола не позднее даты вступления в силу в нее протокола должна назначить в первую очередь национальный координационный центр. Это то, как прописано в протоколе. Мы чаще употребляем национальный координатор, то, что более известно, но сам протокол говорит русский вариант именно говорит о национальном координационном центре. То есть назначается один национальный координационный центр по Картахенскому протоколу по безопасности, и данный человек или учреждение отвечает за связь с секретариатом по вопросам реализации Картахенского протокола. Дальше, в соответствии с решением КОПМОП, страна также назначает национальный координационный центр или национального координатора по механизму посредничества кодобезопасности. То есть данный человек отвечает за связь с секретариатом по вопросам разработки и реализации механизма посредничества кодобезопасности в стране. Помимо координационных центров или национальных координаторов, страна также назначает компетентные национальные органы, сокращенно КНО. Это может быть один, либо это может быть несколько национальных органов, которые отвечают за выполнение административных функций. Если страна назначает несколько компетентных национальных органов, то при уведомлении секретариата она должна отметить, какие конкретно функции в рамках Картахенского протокола выполняются конкретным учреждением. Как я уже сказала ранее, в МПБ также нужно предоставить данные контактного пункта, который ответственен за получение уведомлений от других сторон относительно непреднамеренного трансграничного перемещения жива. То есть у нас получается три национальных координатора или контактных пункта. Это по Картахенскому протоколу, по МПБ и один для уведомления в случае непреднамеренного трансграничного перемещения. Также назначаются национальные компетентные органы. Все контактные данные, названия, адресов необходимо сообщить секретариату, который публикует данную информацию на механизме посредничества по безопасности. Одну минутку, у меня здесь появился вопрос, немножко длинный, касательно полевых испытаний. Может быть, тогда я вернусь к этому чуть позже, после того, как закончу несколько слайдов осталось данной презентации. И, Галина, я потом отвечу на ваш вопрос. Спасибо. В рамках протокола есть ряд других процедур, конечно же. И я уже говорила, что мы по причине ограниченного времени не можем рассматривать их все. Вкратце хочу отметить также, что существует упрощенная процедура, то есть страна может определить, какие живые измененные организмы она считает, не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду. И перечисленные в рамках статьи 13 живые измененные организмы будут освобождаться от процедуры ЗОС при трансграничном перемещении, даже для освобождения в окружающую среду. Статья 18 посвящена обработке, транспортировке, упаковке и идентификации живых измененных организмов. И статья 27 посвящена ответственности и возмещению, равно как и новый протокол, который был принят в НОГОЕ, который посвящен данным вопросам. И в настоящий момент он закрыт, вернее, уже для присоединения, но ожидается, что страны направят инструменты о ратификации. И данный протокол вступит в силу после того, как 40-й инструмент о ратификации или присоединении будет получен международной организацией. Статья 20 Картахенского протокола – это то, чему посвящены наши вебинары и наш проект. Она посвящена механизму последничества по биобезопасности. 20-я статья учреждает данный механизм в качестве механизма последничества, который был учрежден в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. И она учреждает его для содействия обмену информацией, как научной, технической, природоохранной, юридической, а также опытом в отношении живых измененных организмов. И для оказания содействия сторонам в осуществлении протокола, уделяя особое внимание потребностям развивающихся стран, а также стран с транзитной экономикой, которые являются сторонами протокола. Хочется особо подчеркнуть, что в отличие от механизма последничества Конвенции о биологическом разнообразии, где предоставление информации не является обязательным, а лишь поощряется предоставление такой информации, то, согласно Картахенскому протоколу, стороны обязаны предоставлять информацию, которая перечислена в статье 20, а также была определена на совещаниях сторон протокола, то есть на КОП-МОП. На следующем слайде вы видите перечень информации, которая должна предоставляться в МПБ согласно протоколу, а также решениям КОП-МОП. Это национальные законы и нормативные положения страны, касающиеся живых измененных организмов и биобезопасности. Это национальные контакты, которые мы перечислили ранее, то есть координационные центры и национальные компетентные органы. Сюда также относятся информации относительно баз данных и веб-сайтов страны по биобезопасности. Любые решения страны касательно использования, обработки, перемещения живых измененных организмов. Кроме того, сюда относятся резюме итогов оценок риска. На предпоследней конференции сторон в решениях подчеркивалась необходимость предоставления оценок рисков до проведения полевых испытаний. Также сюда относятся информации относительно двусторонних, многосторонних и региональных договоренностей. То, что мы раньше говорили, допустим, относительно таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Также стороны должны предоставлять национальные доклады по реализации Картахенского протокола. Сюда относятся первый и второй национальный доклад, которые должны быть опубликованы стороной на сайте механизма посредничества по биобезопасности. У нас будет два фебинара в конце апреля, которые будут посвящены именно регистрации информации, на которых мы будем рассматривать именно практический процесс предоставления и регистрации информации на центральном портале механизма посредничества по биобезопасности. На данный момент это вкратце все о Картахенском протоколе по биобезопасности, о процедуре ЗОС, о процедуре относительно ЖИОПКО и краткое введение механизма посредничества по биобезопасности. Я хотела бы еще раз напомнить, что у нас будет серия вебинаров, и я приглашаю вас к участию в данных вебинарах, и еще раз мы просим вас распространить информацию среди заинтересованных сторон. Будет еще шесть вебинаров, три из них будут посвящены поиску информации, используя механизм посредничества по биобезопасности. Один будет посвящен учебным материалам по МПБ, и два вебинара по регистрации информации на сайте механизма посредничества по биобезопасности. Следующий вебинар состоится 9 апреля, то есть на следующей неделе. Еще раз повторюсь, начало у нас в 10 часов, то есть в такое же время, как мы начали сегодня. Еще раз благодарю за внимание, и сейчас мы продолжим. Если есть какие-либо вопросы, вы можете поднять руку, либо, напомню, написать в окошечке чата. Здесь есть пожелание от Елена, что обязательно следует включить в списки обсуждаемых вопросов проблемы оценки рисков. Да, я согласна, оценка рисков – это очень сам по себе большой вопрос для обсуждения, и он интересует многие страны, которые в том числе разрабатывают и реализуют свои национальные рамочные системы. Если у вас есть предложения по тематикам вебинара о том, как это необходимо в работе вашей организации и других учреждений вашей страны, вы можете отсылать подобные предложения на адрес проекта, можно Эрнесто, который является региональным специалистом, или на адрес Ильяны Лопес, который является координатором данного проекта, чтобы они рассмотрели возможность проведения дополнительных вебинаров. И они также приветствуют ваше мнение относительно самих вебинаров, если есть какие-либо замечания и предложения помимо новых тематик. Я также хотела бы подчеркнуть, если у вас есть какие-либо проблемы в участии с вебинаром именно с технической точки зрения, то на данном слайде внизу, правда у меня почему-то нижняя часть отрезана, указан адрес, по которому нужно сообщить для получения информации относительно приложения и участия в вебинаре, или вы можете отправлять его непосредственно на адрес Эрнесту Акапо, то есть по всем техническим вопросам, связанным с использованием приложения GoToWebinar и участия в вебинарах. Пожалуйста, обращайтесь к Эрнесту, адрес указан на данном слайде. На данном слайде вы также можете найти адрес для поддержки на сайте виртуальной обучающей среды. Я вам показывала эту страничку, там написан контактный адрес. И данная презентация также будет выложена и опубликована, то есть вы можете найти контактный адрес там. Так, мой адрес, да, я не написала свой адрес. Я добавлю свой электронный адрес на ввод на слайд и прошу Эрнесту залить именно ту презентацию, то есть вы найдете мой электронный адрес там. И можете обращаться ко мне с любыми вопросами относительно проекта, либо проекта, либо катахетского протокола по биобезопасности. Еще раз правда уточню, что любая официальная информация относительно протокола должна запрашиваться именно в секретариате конвенции о биоразнообразии. Но по любым другим вопросам можно просто спущаться ко мне. Я прошу прощения, здесь просто длинные комментарии и вопросы, и я пытаюсь на них ответить. Значит, от Елены Макеевой включение проблемы оценки рисков в список обсуждаемых вопросов я затронулась. От Ивалды, Джатаев, значит, контактные данные добавятся на слайд, и вы можете со мной связаться. Так, и я могу, конечно, отправить вам по электронной почте непосредственно сообщение. Так, и от Галины, насколько процедура оценков рисков отличается при первом высвобождении ЖИО для полевых испытаний от последующих высвобождений, например, при оценке риска уже с одного сорта. Согласно Катахенскому протоколу, процедура ЗОС применяется именно в отношении первого трансграничного перемещения для высвобождения ЖИО. И оценка риска, проведенная в ходе данных полевых испытаний, она служит основой для принятия решения страной в рамках процедуры ЗОС. И согласно протоколу, все последующие высвобождения такого же живого измененного организма, они не обязательно проводить оценку риска, если это тот же живой измененный организм один в один. Если он был видоизменен, то есть это уже рассматривается, внесены какие-то другие характеристики, то есть он уже будет рассматриваться как другой живой измененный организм, это будет первое высвобождение в окружающей среду, и то есть оценка риска должна проводиться заново. А если организм тот же, и здесь нет различия, что сначала он идет для полевых испытаний, а позже он будет высвобождаться, пусть и для коммерческого выращивания, то есть оценка риска проводится в первом случае, во втором случае ее проведение не обязательно, согласно протоколу, но это может быть регламентировано по-другому в рамках национальной регламентационной базы, то есть здесь уже нужно опираться, если национальное законодательство более строго в данном отношении, и уже проводить оценку риска, если национальные законы требуют как для полевых испытаний, так и для последующих. Хочу также отметить, что ЗОС именно относится к трансграничному перемещению. Если не происходит трансграничное перемещение, то есть, допустим, страна разрабатывает какой-то живоизмененный организм, который намеревается провести полевые испытания, то есть так как не происходит трансграничного перемещения, то катахенский протокол тут не применяется, это основывается на национальной регламентационной базе, но, конечно же, как протокол, так и решение конференции сторон, они поощряют и просят страны проводить оценку риска в любом случае. Эксперты из каких областей биологии проводят оценку риска для принятия решений о проведении полевых испытаний, либо достаточного одного эксперта о возможности рекомендации сторон в этой сфере. Оценка риска – это отдельная очень большая программа в рамках реализации Картахенского протокола. Я не могу, конечно же, сейчас тратить много времени, чтобы ответить на данный вопрос. Могу сказать, что вы можете обратиться непосредственно к сайту механизма посредничества по биобезопасности. Сейчас вы должны видеть его на экране. И непосредственно в раздел «Протокол», где есть секция посвящена оценке рисков. То есть здесь опубликованы все материалы, имеющиеся относительно данной темы. Там есть как и форум экспертов, посвященный оценке риска и управлению риска. Там есть возможно найти пособия по оценке риска, которые разрабатывались в рамках реализации Картахенского протокола. Хочу просто отметить, что оценку риска проводят не только специалисты по биологии и генетике, рекомендуется вовлечение специалистов в различных областях, в том числе и медицины, допустим, для оценки рисков для здоровья человека и людей, занимающихся охраной окружающей среды. Часто оценка риска проводится непосредственно разработчиками живых измененных организмов. Страны же при принятии решений очень часто основываются на оценке риска, проведенной другими организациями, другими странами, в том числе если у них нет своего потенциала для проведения собственной оценки риска. То есть они основываются на научными исследованиями, исследованиями, проведенными другими странами и организациями. Вопрос. Планируется ли проведение вебинаров по детекции и идентификации ГМО? На данный момент в рамках проекта МПП не планируется, насколько мне известно, потому что мы все-таки больше фокусируемся на вопросах, связанных непосредственно с механизмом посредничества по биобезопасности, то есть вопроса обмена информации, предоставления информации. И если вы заметили те же самые вопросы, допустим, процедуры ЗОС и относительно ЖИУ ПКО, мы рассматриваем из точки зрения, в частности, в основном, механизма посредничества по биобезопасности, то есть процесс предоставления и регистрации на МПБ. По детекции и идентификации ГМО я также могу сказать, что есть раздел на сайте Катахенского протокола, есть группа, которая занимается данным вопросом, там есть сеть, нетворк по лаборатории, которая занимается детекцией и идентификацией живых измененных организмов, то есть данный вопрос, он рассматривается и разрабатываются различные руководства. Но в любом случае, да, если есть необходимость в проведении данных вебинаров, то можно писать об этом и Лиане, и они уже будут связываться и с секретариатом для рассмотрения возможности проведения вебинаров для стран. Так, значит, детекция и идентификация ГМО не ответила. Так, оценки рисков. Так, вроде бы я на все вопросы, которые у меня есть в окошке, ответила. Если остаются еще какие-то неотвеченные, вы можете повторно выслать, но так, вроде бы я не вижу. Либо можно поднять руку, чтобы задать вопрос. Особенно если остались непонятными моменты относительно статей, которые мы сегодня рассматривали, это процедура ЗОС и ЖЭО ПКО. Ну, вроде бы вопросов нет, тогда позвольте мне еще раз поблагодарить вас за участие в нашем семинаре. Я очень надеюсь, что вы присоединитесь и к нашим последующим семинарам, которые будут больше посвящены практике, но мы, конечно, в любое время всегда рады отвечать на вопросы, связанные с катахетским протоколом. И еще раз напомню, что вы можете и связываться со мной непосредственно, а также обращаться в секретариат комбинции по безразнообразию. Если тогда нет вопросов, я хотела бы еще раз поблагодарить вас всех, закрыть данный вебинар, и будем ждать вас 9 апреля на нашем следующем вебинаре. Будет разослано приглашение, и вы также, как и в этот раз, можете перейти по ссылке, чтобы зарегистрироваться. Буквально минутку я передам слово Эрнесту. Эрнесту? Yes? Would you like to say a few words? Yes. Okay, thank you very much, Anastasia, for this very nice webinar. Thank you very much, everybody, for participating today with us. I will invite you to continue participating in our webinars, and also forward the invitations to whoever you feel may benefit from them. This webinar recording will be available in a couple of hours in our website, along with a presentation, so for those who have missed it, they can still retrieve the videos and see them online. Thank you very much, and have a good day. Thank you very much, Ernesto. Просто вкратце переведу, Ernesto также поблагодарил всех за участие, он просил активно участвовать в наших следующих вебинарах, также просит перенаправить приглашение на данные вебинары всем заинтересованным сторонам, и напоминает о том, что сегодня запись данного вебинара, а также презентация будет размещена на сайте виртуальной обучающей среды. Если вы испытывали какие-либо помехи в участии в данном вебинаре, или желаете вернуться к нему позднее, вы можете обратиться к записи и к презентации. Спасибо большое. Я также хочу поблагодарить Бориса Анощенко за его участие и за предоставление комментариев и информации относительно реализации катахетского протокола в его стране. Спасибо большое, Борис. И я надеюсь, ты также присоединишься и к нашим последующим вебинарам. Я передаю тебе микрофон, если ты желаешь сказать что-либо в заключении. Спасибо, Настя, спасибо всем участникам. Да, я надеюсь, в дальнейшем тоже участвовать в наших вебинарах, и надеюсь быть полезным. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем еще раз большое, и до следующей встречи. Хорошего вам дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok